Приветствую вас, и вот я прочитал ваше письмо, и вы знаете, думаю, что здесь имеет место быть слияние. Слияние – это когда родитель, руководствуясь своими страхами, своими потребностями, своими желаниями, стараются достичь максимального единения с ребенком, стараются всячески уберечь свое дитя от реальных и нереальных опасностей, при этом упуская вид, что, в общем-то, подобное отношение к ребенку только вредит, потому что маленький человек подгадавливается к будущей вдруг своей жизни именно через свои ошибки. И его, конечно, нужно защищать, но защита – это всегда умеренно. Она имеет жуткие границы, границы. Возникает вопрос, который является главным. Вы со своей мамой в отношениях находились хороших или нет? Вы пишете, что ваша мама много работала, и вы ее не видели, и вы не хотите такого для своей дочки. Соответственно, имеет место быть вероятная обида на родителя, не проработанная обида на родителя, и в таком случае можно и нужно эту обиду прорабатывать, то есть понять, что двигало вашей мамой, какие у нее были обстоятельства и что заставляло ее так поступать. Если вы как можно лучше поймете свою маму, поймете, что у нее не было выбора по-другому жить, и вы увидите, если что, в принципе, можно работать и при этом уделять внимание ребенку, пусть и немного, но качественно, то вы, я думаю, сможете вполне начать ребенка отпускать. Далее, конечно же, здесь идет сон, и вы понимаете, сны не являются пророческими. Сны – это продукт работы нашего подсознания, а иногда и сознания, и, соответственно, это мысли, это наши мысли, которые мы сами себе генерируем. То есть властнее человек видит то, что у него есть в подсознании, и никакой предсказательной функции сны не в суд. Другое дело же, что вы по какой-то причине боитесь за свою душу. И это вот тот же момент. Вы боитесь, что с ней что-то случится, почему? С ней уже что-то случалось, и тогда нужно прорабатывать этот страх, вывести его из поля неозыгноваемое в осыгноваемое. Или, если случалось что-то с вами, тогда уже нужно прорабатывать ваши личные страхи. В любом случае, создается впечатление, что вы сами, имея определенные негативные переживания и негативный опыт от общения и взаимодействия со своей мамой, пытаетесь активно не допустить этого со своей дочерью. Так вот, вам нужно не ставить во главу угла вот эти вот нюансы, которые плохо получились у вашей мамы, например. А вам нужно во главу угла ставить то, что для ребенка лучше. Вы почему не хотите отпустить от себя вашей дочери? Потому что ей так лучше или потому что так лучше вам? Просто спросите себя. Вот, допустим, пойдет ребенок в школу. Вы захотите с ней, допустим, быть, заходите работать в этой школе. Как на нее будут смотреть одноклассники? Что они про нее подумают? Они скажут, что она не может жить без мамы. И что мама специально устроилась в школу, чтобы ее оберегать. Я не думаю, что это пойдет на пользу вашему ребенку. Поэтому, когда вы не отпускаете свою дочерью, спросите, кому это выгодно. Вам или ей? Для чего вы это делаете? Чье желание осуществляет? Ребенок сейчас, да и на протяжении всей жизни будет стремиться к у настоятельности. И эта самостоятельность для нее важна, чтобы стать самостоятельной женщиной, чтобы стать способной женщиной, чтобы иметь свою жизнь. А вы, когда не отпускаете ее от себя, то, к сожалению, ее вредите. Так какие же желания вы преследуете, когда не желаете отпускать ребенка от себя? Какие желания вы преследуете? Вы хотите подарить девочке ту любовь, которую не смогла подарить вам ваша мама? Если так, то почему вы считаете, что она не подарила вам любовь? Вы злитесь на нее, наверное, на свою маму. Вы ее осуждаете за такое вот отношение к вам. Если так, то это нужно прорабатывать. Потому что пока что вы только лишь своей девочке вредите. И пока что вы через нее пытаетесь свои желания, свои потребности удовлетворить. А это, к сожалению, не позволительно для матери, для родителей вообще, через своих детей реализовывать свои потребности. Потому что ребенок живет для себя, у ребенка своя жизнь, и привязывает к себе свое дитя, ну, как минимум, эгоистично. Может быть, вы вот так сказали, муж и свекровь, может быть, у вас имеются проблемы в семье, другие. То есть, например, у вас есть проблемы с мужем, проблемы с его мамой. Вы не чувствуете, что, знаете, с ними у вас полное, стопроцентное взаимопонимание, например. Ребята для вас своего рода отдушина. Вы знаете, что он любит вас, вы знаете, что вы любите ее. И это дает вам ощущение нужности, вам дает ощущение востребованности. Но и в этой ситуации нужно вам одном из этих чертов в том, что вы используете своего ребенка для удовлетворения своей потребности в любви. Для удовлетворения своей потребности в нужности. И между того, чтобы делать это, между того, чтобы использовать своего ребенка так, вам можно и нужно наладить отношения со своими близкими, своей семьей. Либо сходить от мужа и искать другого мужчину, которому у вас будет лучшее отношение. То есть, если вы используете ребенка и в качестве отдушина, в качестве громоплода своих желаний и потребностей, ну, нужно все-таки первые и вторые удовлетворять самостоятельно, а не через маленького человека. Вот примерно в таких направлениях вам нужно двигаться для того, чтобы добиться своей цели. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.